Воровство. Для нее я украл осетра не целиком, а порцию на банкете в честь 70-летия учителя. Учитель пригласил всех своих учеников. Ну, кого вырастил, кому путевку в жизнь дал, кто сейчас мелькает по телевизору и радио. Он же единственное всем давал путевки. Я там, конечно, сбоку припек. Небольшое ответвление. Но Андрей Владимирович вспомнил спасибо ему, прислал в электронную почту приглашение на два лица. Я взял Любу под руку и мы пошли. Надела на самое лучшее платье, красное, египетское. И мы пошли на банкет. Сначала длилась торжественная часть. Выступления, слабословия, черствования, подарки. Мы учили блюда серебряные, подкатились с гравировкой. Он аж прослезился и меня обнял. Потом сели за стол. А ужин оплатил фонд какой-то богатый. Пять перемен. Салаты, перепелки, горячая жидкая, горячая нежидкая, десерты, фрукты, соки, воды, алкоголь. И вот, когда горячее нежидкое принесли, а был там антрикот из телятины, с картофелем жареным, и осетр тушеный с рисом, то Люба своего осетра съела и захотела еще. А рядом все уже едят. Или антрикоты лежат. И свободный осетр только через одного человека. Причем этот человек просто отошел на время с супругой. И о чем-то с ней беседует у бильярдного стола. Я же в жизни ничего не воровал. Один раз в детстве в гастрономии хотел сырок за 14 копеек взять. На меня поймали и отвели к маме. А тут я встал бочком, бочком и украл осетра для Любы. А им говядину посунул. Они пришли, смотрят, ничего не понимают. А Люба уже и второго осетра съела. Я же сижу с ней рядом. Руку ей положил на коленку и шепчу нам. Смотри, Любрушка, запомни. Я для тебя украл. Она только взглянула на меня благодарно и улыбнулась. А потом это как-то все забылось, но стало иногда всплывать неожиданно. Как поссоримся или сделаю чего-то хорошего, Любе. Шляпы куплю или в кино сходим. Тут я ее прижму к себе и скажу. Смотри, Люба, я для тебя даже украл. Рас семь ей это говорил. А однажды в субботу, кажется, после парилки, красные сидели в предбаннике, пиво пили. И я ляпнул, не подумав, рассматривая тонкую фигуру и нежную кожу. Помнишь, как я украл? Она вдруг вспыхнула, покраснела, голая выскочила на мороз. Крикнула, да подависти своему сетру и побежала прямиком по снегу. Я носил ее, догнал, завалил, втащил за руки в домик. Она все рыдала и рыдала. Часа два не могла успокоиться.